Сегодня утром Алексея Навалева госпитализировали в Омскую больницу с токсическим отравлением. У него был рейс из Томска в Москву, но в самолете ему стало плохо, и экипаж принял решение совершить экстренную посадку в Омске. Сейчас Алексей в реанимации. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, он находится в коме второй степени. Ермыш предполагает, что Алексею что-то посыпали в чай, который он пил в одном из кафе Томского аэропорта. По данным базы, врачи рассматривают версию, что это мог быть оксибутерат натрия. Это сильный психодислептик, не имеющий цвета и запаха. Эта история сильно похожа на отравление участника Пуссирайта, издателя Медиазоны Петра Верзилова. 11 сентября 2018 года его госпитализировали в московскую больницу в тяжелом состоянии. 15 сентября Верзилова перевезли в Берлин. Немецкие врачи тогда подтвердили отравление, но обнаружить следы яда в крови им не удалось. Мы тут как-то уже прикинули, какое количество времени прошло. От предположительного момента, когда Алексей выпил чай в утром, до момента, когда он потерял сознание. Его самолет у Германа летел экстренно в Омске и прошло даже какое-то очень похожее время с моим отравлением. Те же примерно три часа, которые прошли с момента, как мы предполагаем, когда меня отравили на первом этаже Басманного районного суда в Москве. До момента, когда я начал терять сознание, момент уже приезда врачей скорой помощи ко мне домой. Мы снимали с Петром выпуск ЛСД, и там он подробно рассказал о своем отравлении и о его последствиях. Предлагаю пересмотреть, как это было. Кто тебя отравил? Грубо говоря, понятно, что в России подобного рода операции... Это именно отравление? Да. То есть это не передоз, это не случайность? Все эти версии, которые пытались двигать разные кремлевские телеграм и не телеграм-каналы, они как бы умерли в первый день, когда Бахрушина заявила, что они ничего вообще не нашли в крови. Ни лекарств, ни наркотиков, ни вообще ничего. Все чисто, во что мы, кстати, не верим. И как бы до сих пор у нас происходит такая юридическая борьба за эти первичные анализы, которые вот больница Бахрушина не хочет ими делиться. Они по закону должны хранить эти запечатанные образцы. Помимо бумажных анализов, анализирующих эти образцы, вот эти самые первые анализы, проведенные через несколько часов после отравления, мы их, конечно же, не получили. Поскольку доступ к таким веществам ограничен у всех в мире, то здесь абсолютно нет сомнений, что это разные граждане, как-то связанные с нашими замечательными спецслужбами, которые вот в уютных московских лабораториях и занимаются синтезом подобных сверхвеществ. Подожди, а кто ты такой вообще? Окей. То есть кто ты такой, чтобы спецслужбы придумывали какой-то там хитрющий план, какое-то супервещество, которое потом невозможно определить там в крови. И, в общем, вот мы сейчас берем Петю Верзилову, ну, ты же сам Бен Ланов. Ну, не знаю. Почему? Ты это как-то объясняешь? Более того, у главы нашей юридической команды, у Паши Чикова, у которого прочитана организация «Агора» и все остальное, он лучший правозащитник в стране, Чиков уверен, что вся история с тем, что задержали в день вот этого митинга 9 сентября, Нику и ее подругу, она была, собственно, подготовлена для того, чтобы иметь какие-то комфортные условия для того, чтобы вот каким-то образом ввести в меня этот препарат. Какая Ника, какая ее подруга? Что было 9 сентября? 9 сентября был митинг против пенсионной реформы, и в Москве была такая повышенная ситуация с большим количеством разных органов на улице. И, тем не менее, вот Нику и мою девушку Нику и ее подругу Диану, их остановили на улице покровка сотрудники ДПС и сказали, что на вас террористическая ориентировка, и как бы надо вас сейчас вести, проверять на терроризм в ОВД Басманной. Потом немедленно через 20 секунд появилась машина из ОВД Басманной, которая взяла и отвезла их в ОВД Басманной, и там в течение двух дней им пытались предъявить какое-то безумное обвинение, что они не слушались сотрудников ДПС и отказывались ехать, хотя они как бы немедленно проехали после того, как их сотрудники попросили. И потом появился этот небезызвестный судья Карпов, который главный судья по всем спецделам в стране, и он к шоку всех не дал девушкам 10-15 суток, а дал им двое отсиженных суток, которые они провели в ОВД, и они были вот немедленно... Какое число тебя отравили? Вот, собственно, их отпустили 11 сентября, и мы предполагаем, что вот это произошло как раз за несколько часов до того, как мне стало плохо, то есть, видимо, в районе 4-5 часов 9 сентября. 11 сентября, вернее. Это все... И как это связано? То есть, чтобы была версия, что это они тебя отравили или что? Нет, нет, нет. Была задача, ну, собственно, чтобы ввести что-то в человека, надо все-таки иметь какие-то возможности такого беспалевного доступа к нему, да, либо какой-то же тесный контр... А они к тебе имели доступ на суде или где? Ну, вот смотри, первый этаж Басманного суда. Все там сидят многие часы в ожидании процесса. Да, я там был с 9 утра. Там ходит огромное количество каких-то людей, приставов, ментов, следователей, в общем, там такой очень активный проходной двор. И иногда людей было очень много, там, в ожидании каких-то заседаний, когда кого-то арестовывали, продлевали арест и так далее, и прочее. И людей действительно было много, и понятно, что это вот для них такая контролируемая ситуация, когда как бы можно примерно рассчитать какое-то действие и его совершить. И как тебя что-то? Тебе что-то дали или... То есть, как тебя отравили? Это большая загадка. Это вещество скополамин, которое с 90% точностью содержалось в том коктейле, который был у меня введен, оно... Это единственное вещество в мире, которое можно ввести, буквально вот сделав такой жест на человека, и все. То есть, у него, у этого вещества абсолютно фантастические свойства химические по всасыванию в человеческий организм. Оно активно употребляется в странах Латинской Америки, преимущественно в Боливии, для совершения вот разных криминальных действий. Но когда человека нужно не вырубить, а сделать так, чтобы он два дня, допустим, ходил по банкоматам и снимал самостоятельно со своей же карточки деньги. То есть, это не было покушение на убийство? Нет, это было покушение на убийство, вот рассказываю. Вот в обычной южноамериканской ситуации в Боливии, когда скополамин изначально в виде цветка растет, потом его перерабатывают, и вот появляется такой в чистом виде препарат. Просыпаешься через два дня в каком-то парке и понимаешь, что тебя как-то обокрали, идешь в банк, а банк говорит, так вы же сами два дня ходили по банкоматам и сняли со всех ваших карточек все свои деньги. Но это длится два дня. В моем случае я был в несознательном состоянии около двух недель. Если в случае южноамериканском, поскольку это чистый скополамин и небольшая его доза, никаких опасностей умереть нет, то в моем случае я просто стал в какой-то момент очень сильно задыхаться как раз в момент приезда врачей. Мне стало плохо, потому что через полчаса стало еще хуже, а через еще полчаса я просто не мог сделать ни одного вдоха, потому что у меня начались спазмы горла. Врачи пришли скорой помощи в некоторый такой ужас, и они сразу определились, что нужно везти в бахрушный, и по пути вот они делали какие-то уже практически реанимирующие процедуры, чтобы я вот мог дышать. Потому что вот приезжая в таком состоянии часа два, вот я бы здесь сейчас не сидел в твоей замечательной студии. То, что ты рассказываешь, то есть даже для меня, который я тебя давно знаю, и ты, по крайней мере, со мной ни разу не попадался на каком-то пиздеже, каких-то провокаций, даже для меня эта история звучит как мега фантастически. Тебя, я не знаю, наказать, убить, отравить, как-то тебе навредить, есть куча простых способов. Ну, ты сам понимаешь, да, то есть можно, как показывает, к сожалению, история с Олегом Кашином, можно просто прийти и дать по голове. Ну, слушай, как у художника есть разный арсенал, с помощью которого он делает какую-то творческую продукцию, так и у дорогих спецслужб, у них тоже есть большой выбор этих средств, и вот, видимо... То есть ты на спецслужбе смотришь, как художник на художника? Ну да, 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 вот, видимо, они в какой-то момент решили, что, хм, а было бы классно как-то жестко отравить, и вот решено было жестко отравить. Конечно, это классифицируется юридически как покушение на убийство, если ты через 2-3 часа не оказанием медицинской помощи, причем такого реанимационного характера умираешь, я бы также проследовал бы той же замечательной дорогой. Может быть, у них была задача убить. Ну, вот как-то они выбрали... Известно же из-за событий 2018 года, насколько дебильными и безумными бывают российские спецслужбы, насколько чудовищно низок уровень их профессионализма. Я просто до сих пор не могу успокоиться после истории с этими замечательными деятелями в Роттердаме или в ГАГе, в Роттердаме, где была эта организация, ОЗХО, запрещение химического оружия, которые, блять, с собой в кошельке... Чек у капитанца на такси. ...везут в талоны с Хорошовского 676 в аэропорт Нуку, просто чтобы, блять, через неделю вернуться в Москву, показать чек в бухгалтерии и получить назад свои 850 рублей, которые затратил на Яндекс.Такси. Такой уровень непрофессионализма, ну просто... Я думаю, Владимир Владимирович тоже был очень стыдно. И якобы, да, там, конечно, ходит много слухов и мифологии про это. Скончался же директор ГРУ, с ним что-то очень странное произошло. И до этого они тоже с какой-то подозрительной скоростью умирали, предыдущие руководители главного разведывательного управления. То есть это необъясним факт, как в такой стране, как Россия, с такой концентрацией высшей государственной власти на развитии и построении спецслужб, насколько это такое профессиональное днище. Подожди, но история с тобой, она, если это так, как ты рассказываешь, она очень красивая. Да, история со мной, это как раз образец более профессионального поведения. Потому что большое количество людей в течение большого количества времени... Петя Вердилов сейчас хвалит наши спецслужбы. Что было дальше? Вот эта история с самолетом, с Германией... Я провел два дня в больнице Бахрушино. И приходил более-менее все в более и более худшее состояние эти два дня. Ты все это был без сознания? Да. То есть с момента отравления... В том моменте... То есть мы... Я дальше расскажу, что было в Германии и прочее. Но... Да, с момента отравления и вот первые эти три дня, два с половиной, три дня в России, пока я был... Мне казалось, что хуже и хуже и хуже. То есть я был без сознания. В какой-то момент отключались какие-то жизненно важные органы, там легкие переставали... Ты этого ничего не помнишь? Нет. То есть ты отрубился вот... Я не помню вообще ничего примерно с... То есть я хорошо помню вот этот день 11 сентября. И последнее, если кто здесь смотрел сериал Westworld на Netflix, там есть такая сцена, когда одна из героинь сериала, она как бы пытается понять, что происходит в параллельной реальности и у нее какие-то флешбаки, что какие-то люди в медицинских костюмах надеются. Да. Вот у меня то же самое. Я помню, как я неуклюже не могу... То есть приехали врачи скорой помощи, они пытаются вставить мне в руку какую-то иглу, а я как бы настолько перестаю контролировать тело, что я как бы не могу им никак помочь и сильно мешаю. И вот после этого хлоп. И следующее, что я помню, это примерно там какое-то 20-какое-то число сентября, когда я с удивлением оглядываюсь и не очень понимаю, где я нахожусь. То есть вот практически две недели они как стерты ластиком из сознания. Ни единого события я не помню и ничего не могу восстановить. Ну, мама моя, например, прилетала в Германию, и вот я помню ее в очень-очень странном виде. Вот такой, наверное, единственный флешбек, который был. Да, что вот она как бы наклоняется ко мне и что-то мне говорит. И вот я только потом, у меня какие-то сновидения начали возвращаться ко мне из вот этих магических двух недель. Кто организовал самолет, вот эту историю с Германией, как она произошла? После трех дней в России стало понятно, что медицинские наши прекрасные органы в лучшем случае не будут делиться вообще никакой информацией о первичных анализах и так далее. То есть они выходили и к журналистам, и к моим близким и говорили, все-все хорошо. А вы можете, собственно, бумагу показать, вот как бы анализы привлечь? Да, все покажем, все хорошо, вы не волнуйтесь, все как бы идет как надо, все обязательно покажем. Вот, и ничего они не показывали. И то есть на третий день в Склифосовском, они меня привезли из Бахрушина в Склифосовского, потому что вот было какое-то решение. Было понятно, что как бы очень странная эта история с тем, что они не стали... Было видно, что у врачей, врачи под очень большим страстью. Главврач Бахрушина приехал в Склифосовского, где мной тоже занимался главврач, о чем-то как-то беседовать, анализировать. Представляешь ситуацию, зачем главврачу Бахрушина поезжать в Склифосовского, чтобы что-то такое обсуждать, явно не медицинского характера. То есть все имело безумно подозрительный характер. Мне кажется, в этот момент они начали немного палиться, давя на медицинские учреждения наши органы. Потому что они объективно пытались утаить какое-то количество информации, которую те получали. И для этого там какая-то очень странная суета происходила. И все врачи были в большом напряжении. И вот на этот третий день, это тоже все по рассказам близких и меди... Медиазон, например, написал очень хороший анализ по часам буквально, что происходило. Стало понятно, что в России никакого нормального лечения и анализов хотя бы не дождешься. И нужно как-то срочно переместиться в какое-то место вне России, где можно, по крайней мере, не умереть. Кто занимался этим? Почему Германия-то? А просто с Германией есть разные друзья и контакты. В частности, вот там есть такая немецкая организация, которая занимается развитием кинематографа Cinema for Peace. И они дали частный самолет, чтобы тебя дали? Да, да, ну вот они их... Так обычно бывает. Смысл этой организации в том, что они привлекают разных голливудских знаменитостей для разных фандрайзинговых мероприятий в Европе и в Америке. И, соответственно, вот у них есть ресурсы на подобное дело. И это такая же очень обычная история и в Америке, и в Европе, что вот когда ты поддерживаешь, например, фонд Шарлиз Терон по борьбе со СПИДом в Южной Африке и направляя какое-то количество средств в ее фонд, и в ответ она тоже участвует в твоем фандрайзинговом мероприятии. То есть вот так функционирует эта структура, поэтому у них были возможности организовать этот самолет, который привез меня из Москвы в Берлин. Немецкие врачи что-то нашли? Они какой-то поставили диагноз, у тебя есть какие-то документы? Что с тобой произошло? Немецкие врачи, они все... Они же проводили специальную большую пресс-конференцию, какой-то там на третий день его пребывания в Германии, и подробно рассказывали какие-то огромное количество медицинских нюансов. Но это действительно были такие нюансы, а вещество, вот какой-то такой источник отравления они выявить не смогли. Но они также подчеркивали, что группа этих веществ, она помимо того, что безумно быстро всасывается в организм, она с достаточно феерической скоростью из него выводится. То есть обычно это сутки-двое. Через два дня вот именно этот препарат, который предположительно был введен, его уже установить нельзя, его нет в организме. Ты считаешь, что российские врачи, они знают, что там было? Безусловно, да. Я считаю, что и врачи больницы Бахрушина. Я не знаю насчет врачей больницы Склифосовского, поскольку это был все-таки третий день. Наверняка анализы уже, скорее всего, нам не будут доступны до лучших времен, эти оригиналы. Но вот они, я думаю, имеют какие-то сведения о том, что же это был за препарат. Уголовное дело какое-то есть по этому инциденту? Адвокат Динджи практически на второй или на третий день написал заявление о покушении на убийство. И дальше началась вот очень интересная история с тем, что Следственный комитет, и они как-то стали так агрессивно бездействовать. То есть они в ответ на разные возмущения и письма и заявления Динджи, они выражали такое вот агрессивное бездействие. То есть они пытались имитировать работу, как, например, в ситуации с ЦАР, с убийством журналистов, они, сотрудники СКАР, крайне мере, туда так формально слетали на два дня, поговорили с какими-то там местными представленными их правительством ЦАР чуваками и улетели обратно. То есть они провели хотя бы какую-то работу. Здесь же следствие вообще не пыталось ничего сделать. И мы, безусловно, как раз практически на следующей неделе будем подавать в суд. То есть до сих пор дела никого нет? Нет, на бездействие сотрудников Следственного комитета, правда как и на больницу Бахрушина, с целью попытаться вот получить хоть какую-то информацию. Если цель была тебя напугать, ты испугался? Нет, конечно. Я чувствую себя, более того, и врачи это тоже мне немецкие потом объясняли, я чувствую себя лучше, чем я чувствовал до отравления. И врачи это объясняют такой некой мобилизацией организма, которая происходит, когда ты находишься на грани смерти в очень тяжелом состоянии, если это не связано ни с какими там долговременными травмами, типа там тебе прострелили ногу или что-то подобное. Если такого нет, то обычно и психологически, и физически человек много месяцев спустя чувствует себя лучше, чем вот до подобного эпизода. Конкретно какие-то имена, фамилии, кого ты можешь вообще подозревать на этой теме у тебя есть? Исполнителей? Заказчиков, организаторов. Кроме каких-то мифических спецслужб, да, спецслужб это что-то... По почерку это, конечно, похоже на разные структуры Пригожина, да, и тоже было много разных слухов в том, что они как бы занимаются подобными вещами, отравлениями, то есть, да, ну это вот на уровне слухов, как бы, да, у нас нет никаких указующих ни на кого доказательств, но очевидно, что круг людей в России, которые имеют вот возможность вводить эти препараты, к тому же это был не чистый скополамин из Южной Америки, а какой-то сложный коктейль, который вот имел все разные интересные свойства, которые со мной произошли. То есть вот людей, у которых есть доступ к таким препаратам, которые могут оказывать влияние на медицинские учреждения и все прочее. Понятно, что круг их крайне ограничен, это либо сами спецслужбы, либо вот связанные с ними структуры, например, Пригожина. Ты считаешь, это цель была тебя все-таки убить или напугать? Я думаю, честно говоря, что цели убить, ну, ее, скорее всего, не было. Но это странный действительно очень способ, чтобы кого-то убить, но возможность такая была. То есть как бы через, если бы я не был, если бы я был один в квартире, я бы не смог вызвать ни скорую помощь, ни что-либо еще сделать, потому что просто вот в какой-то момент, мне типа было часа два так подозрительно плохо, как когда ты там заболеваешь или отравился едой, а потом в какой-то момент просто с ужасающей скоростью состояние просто до нулевого стало пускаться. Я просто бы не успел набрать ничего по телефону.